И так, здоровенькие былы, с вами Блуд Линес А вот почему, друзья, не было у нас серий и тому подобное Вот мы играем, да, как бы продолжаем дальше играть в Кримсон Грей Что я хочу сказать, у нас не было серий вот пару дней Потому что у нас были стримы, мы просто вбахивали по 7-8 часов на стримах одну классную игру Она называется, когда плачут цикады Если хотите, приходите на второй канал, там смотрите Или вообще приходите, да, там почти Вот если серий нет, то вы можете сразу туда приходить, смотреть Если там стрим идёт, всё, серий не будет Ну да ладно, а в принципе я попытаюсь опять же вбиться в эту игру и там подобное Но я, конечно, смотрю, там лайки где-то ставят, где-то не ставят Поэтому я, как бы, я вижу, что спешить сильно не надо Потому что, как бы, если 300 лайков не стоит, то, значит, игра не сильно заходит И можно её, как бы, немножко растягивать Ну, тут дело даже не в этом, потому что в любом случае я бы не смог Потому что, как бы, обещал там людям на стримах и там подобное По вашим многочисленным просьбам и комментариям Я понял, что Нихлазин надо выбирать И мы выберем, конечно же, его Фармацевт Две недели Нихлазина, держите, постарайтесь помочь ей расслабиться Да, хорошо Но, опять же, не буду ни просить ни лайки, ничего Я просто прохожу Я просто тупо прохожу, вот, как бы, ну, видосы А вы сами решайте, ставить, не ставить Я уже, наверное, перестану их просить И буду просто, вот, делать видос, и всё И похеру Чё хотите, то и делайте Потому что, в любом случае, что проси, что не проси Люди ставят от балды, когда хотят, когда не хотят Ладно, выйдя наружу, Джон вручил Пакет с лекарствами Лизе Разумеется, он с трудом дошёл до этого момента Он бы никогда не заставил её через силу принимать лекарства Его отец раньше говорил, что у него не было выбора Практически скармливал нему антидепрессанты Джон решил так не делать Но у Лизы с этим проблем не было Улыбнувшись ему, она открыла пакет Достала одну таблетку и проглотила её Даже не запив Нифига себе, как удав просто Такой Впрочем, она внимательно посмотрела на название Хорошо, надеюсь, ты теперь можешь меня любить, Джон Из-за того, что это Выпила таблетки Кстати, я так и не пойму Нихлазин Я, блин, я забыл, если честно, что я вообще едал От эмоций или от психических расстройств Лизе, нет, я никогда не могу ничего такого введу Пожалуйста, не У неё был совсем неплохой вкус И так, мы можем уже пойти на наше свидание Мы можем уже Неплохой вкус у таблеток Мне кажется, таблеток нет с хорошим вкусом Только оболочка, если сладкая, типа, да Но он хотел вернуться к той теме И заверить её, что он не имел в виду ничего плохого Но слова как будто бы застряли в глотке Может, в какой-то степени он хотел принудить её Может, он попросту повторяет всё то, что проделывали с ним Но пока Лизе улыбалась ему такой улыбкой Он не мог упасть глубоко в пучины депрессии Взамен Джон улыбнулся и в ответ И жестом сказал исследовать за ним Кстати, да, по поводу того, что Лайков, кстати, мало было и тому подобное Да, но не сильно много, да Комментариев очень много по поводу того Какая игра То есть люди реально вникают Вот эти вот, мне кажется, те, кто ставит лайк Они реально вникают в игру Они реально, ну, как бы Ей проникаются, да И вот это, что мне нравится всегда Когда я захожу, смотрю Комментарии Я читаю людей комментарии и тому подобное И самое главное, что хотел бы ответить На комментарии того, что Вот кто-то написал по поводу То, что типа маниакально Она там типа этого человека любит Это расстройство, такие люди там Вообще уже не вылечиваются и тому подобное Но если подумать То мы все такие Поехавшие в некотором роде Где-то в чем-то И каждый из нас больной По-своему просто Просто общество решило Что один здоровый, второй больной Ну, я пока ничего не вижу такого Ну, она пока дерево сожгла, да Пока ничего такого больше не делала Но Она меня пугает постоянно Почему-то сама тоже Но Глянем, что будет дальше Без особых мыслей Джон решил, что им стоит пойти в парк В городе был очень приятный парк И в такое время он обычно пустовал Его друзья всегда говорили Что на первое свидание Лучше всего ходить в кино Но он подозревал, что так Они просто хотели полапать девчонок Кроме того, его волновала мысль о том Что Лизе в итоге будет весь фильм Смотреть на него Уже в парке Лизе весело шла по дорожкам Часто оглядываясь на него Но хотя бы Смотря и на другие вещи Смотря на нее Он осознал, что она кажется более спокойной Ее радость казалась вполне натуральной Не помешанной И иногда она даже Улыбалась другим людям Проходящим мимо Неужели эта работа не хлозина И его паратоксин Начал работать только через Несколько недель Да, и все еще непонятно Помог ли он вообще Впрочем, у Лизе свой случай А прикиньте Если это Парокситин Или как он там называется Он создает какого-то другого Какую-то другую личность Вот как вот она, да И короче Это короче Типа отвлечение От реальных проблем И он Заботясь о ней Ну забывает про свое Короче, да И всякое такое Конечно, при столь серьезной ситуации Нужно больше, чем просто лекарство А он слишком хорошо это знал Как говорила мисс Смит Психотерапия Также является важной частью лечения Ее сеансы Определенно ему Очень ему помогли Третий основной компонент Социальная поддержка Здесь он совсем Ничего не мог ей посоветовать Джон все еще проводил Большую часть своего времени Либо в одиночестве Либо сохраняя старые Уже бессмысленные отношения А тут Тут уже, видите Как раз Лиззи пришла И вот такие дела Но посмотрите Он идет по парку С девчонкой Его возраста Может дела еще пойдут в гору Впервые в его жизни Все шло так, как он хотел Лиззи была Рада поесть фастфуд На ланч И даже не пыталась Ему ничего скормить Позже у него почти Закончились планы А Лиззи все И не хотела заканчивать К счастью Она была рада Подоскать его По разным местам города В некотором смысле Он был благодарен за это Он уже потратил Всю свою энергию На утренний выбор Так что было гораздо проще Просто идти за ней В этом смысле Она хорошо ему подходила Мне кажется Что если все хорошо будет То скоро будут Тайные моменты Хотя говорят тут Их очень мало И да Посмотрим что будет дальше Когда солнце Начало садиться Джон удивился Неужели день прошел так быстро Он едва мог пережить Большую часть своих выходных Так что это была Приятная перемена Черт неужто Это Джон С девчонкой Э привет ребята Это вы об этой Помежной телке Мне говорили Ну да Джон неужели Ты настолько отчаялся Мне кажется Сейчас кто-то Получит пизделей Хороших Учитывая каким он Был расхлябанным Не сомневаюсь Ребята у вас есть девушки Надо было говорить Не ребят А идите нахер Собаки просто Собаки социальные Просто Мне кажется Она сейчас их Поубивает Нафиг Вы говорите Слишком много Херни Просто Ставьте Лизе В покое Ой Джон Иди Нахо Да Если бы она Не была спятив Что у тебя никогда С ней ничего не было А у тебя Всегда будет С рукой Хорошо Все А у меня С девушкой Настоящей Какие же мрази Просто вот эти Пацаны Это просто Я не знаю Какого хуя Вы лезете К человеку Который даже Не ваш толком Друг А вы просто С ним Как бы Ну это Она определенная Горяченькая Я не понимаю Что она делает Рядом с тобой Да это совершенно Бессмысленно Мне уже Просто хочется Стать на сторону Лизи Чтобы она Их просто Зарезала Но этого Не стоит делать Ага Что Джонни Хочешь заплакать Лучше не надо Иначе она поймет Как ты жалок Его настроение Микулича тучилось Он знал Что ему нужно Посмотреть на то Как Лизи Выносит эти Насмешки Но единственное Что он мог сделать Не утонуть Болоть И ненависти К самому себе Как бы Я вот одного Только не понимаю У этих парней Походу в голове Вата Потому что Если подумать То Лизи Если она сбрендившая И она спалила Дерево Она может и вам Башки поотрывать Вы что придурки Пиздец Или что Нахрена вы лезете К человеку Неуравновешенному Причем к буйному Кто буйный Ёпта Если бы она просто Была какой-то дурочкой Там ходила Я еще понимаю Вы бы там Молодцы такие Крутые Но тут они явно Не понимают С чем и мое дело Как и всегда Он чувствовал Что должен быть сильнее Быть более стойким Но это лишь Подогревало Огонь его Собственной ненависти Если бы Это были не они Он мог бы просто Сломаться Но он знал Этих ребят И был знаком С их отношением Ко всему Джон застал С себя собраться И натянул на себя улыбку Похоже Кого-то заявил зависть Ну ладно Вам ведь ребята Весело вместе Пойдем отсюда Лиззи Надо было Не гореть Ребята Надо было Гореть Какашки Куски Какашек Его одноклассники Просто насмехались Джон решил взять Лиззи за руку И уйти Но беспокоился Тем как она может На это отреагировать И после секунды Промедления Было уже слишком поздно Слушай сюда Кусок Дель О Все пиздец Кому-то Без предупреждения Лиззи прошла мимо Джона Оказалась прямо перед Его одноклассниками Он увидел ее мельком И она показала Показалась ему Странной сосредоточенной После этого он мог Видеть лишь ее затылок Джон хороший В рот мне ноги Да Она же просто дрюча Тебя Думаешь ты Что В рот мне ноги Это Что Это перевод Какого года Вам не стоит Говорить такие вещи О хороших людях И уколо сказался милым Но его Но его одноклассники Отошли на несколько шагов назад Внезапно Джон оказался Очень рад тому Что видит ее лицо У меня был сегодня Хороший день Надеюсь у вас Тоже будет сегодня Хороший день Да ну нахер Сваливаем Они попятились Чуть ли не убегая прочь Лиззи оставалась Точно на том же месте Не сказав больше ни слова Джон хотел ей что-то сказать Но у нее во рту Внезапно Оказалось слишком сухо Пойдем Джон Конечно Нормально Она так еще отреагировала Хорошо Интересно Если бы мы дали Другое лекарство Что бы было тогда Но они прошли не так давно Прежде чем он понял Что больше так не может Джон собрал все свои силы Чтобы уйти от них Но теперь в нем Не оставалось ничего Это было слишком Он не часто выходил на улицу Тем более в оживленные места И хотя с Лиззи Было совсем не так плохо Он явно был К такому не готов Но девушка заступилась Но ничего страшного Чон, ты в порядке? Я устал Думаю мне нужно домой Что-то не так Неужели я сделал что-то не так? Он слышит в ее голосе дрожь Он знал Что она хотела ответа Но апатия душила его Тугой хваткой У него не оставалось энергии Вообще ни на что Ни на что Кроме как последних сил На то, чтобы вернуться домой Свернуться в кровати Пожелать собственной смерти Каким-то образом Ему удалось Попрощаться с ней Найти автобус И проехать Весь путь до дома Все это проходило Как в Марле В Марле Из которой он не мог выбраться И которая мешала ему дышать Весь мир вокруг был Слишком нереален Может он должен был Заверить Лиззи Что это не так? Но теперь это не имело Никакого значения Он был идиотом Раздумал Что сможет помочь Он не сделал ничего Да ладно Главное Что у вас было все хорошо Воскресенье Тоска преследовала его Каждую секунду Джон полностью сдался И лежал в постели Чувствую себя ужасно Он пошел рано спать И проснулся уже ранним утром Не чувствует себя Ни капельки лучше Это было невозможно После такого бурного дня Но внезапно Как энергия к нему вернулась Его энергия А ему Она была нужна Ведь он не сделал Еще ничего Что должен был сделать За выходные Лихорадочно Он принялся За домашнюю работу На сегодня Самое то Что нужно делать Домашнюю работу Когда уже наставало Время идти в школу Волго заслепались А хорошее настроение Вновь пропало Но он был готов Готов ко всему Джон вздохнул И пошел в школу Он не ушел далеко Лиззи без предупреждения Оказалась рядом с ним Доброе утро, Джон Доброе Ты в порядке, Лиззи? Я вчера думала И сделала несколько выводов Так, какие выводы? Довольно долгое время Я могла лишь мечтать о том Чтобы быть рядом с тобой Говорить с тобой Но теперь я вижу Что этого недостаточно Тебя надо защитить И должна это сделать Лиззи То, что они говорили Это так меня зли Я хочу их убить Тогда ты будешь в безопасности Подожди, ты их не должна Всех людей не убьешь С которыми будет конфликтовать он, да? Или которые будут на него гнать Поэтому он сам должен это все сделать Нет, не должна Потому что тебе нужна защита от меня Что? Когда я принял лекарство Я начал видеть вещи по-другому Мне это не нравится Но теперь я понимаю все намного лучше Походу вы мне хорошее лекарство посоветовали дать Но я хотел хотя бы на одну Плохую концовку выйти Так что, скорее всего Я дальше буду как-то Как-то, как-то Буду пытаться Выходить на то, что я сам думаю Потому что, когда я сам думаю Всегда выхожу на плохое Я не хочу, чтобы ты боялся меня, Джон Несмотря Несмотря ни на что Она оказалась грустной Но такой откровенной Что же ему сказать в ответ на такое? Тебе не нужно ничего говорить Не беспокойся Пожалуйста, просто не беспокойся Я защищу тебя Это все, что я смогу для тебя сделать Я хорошо провел с тобой время в субботу Правда? И мне нравится видеть А, и мне нравится видеть тебя счастливой Джон такой добрый Слишком добрый Еще увидимся И убежала Она убегает, кстати, как в Доки-Доки Точно так же Это случайно не улица Доки-Доки Она убежала слишком быстро Джон даже не был уверен Что и думать В некотором роде Она оказалась Намного стабильней Но все еще недостаточно Лиза все еще с собой носит нож Как она вчера Его не достала Это на удивление Блин, интересно было бы Что было бы Если понадоб... Ну, то есть Другой таблетки дали Другой таблетки дали Что я сказал? Другие Во вторник Джон и Лиззи вместе Съели ланч Как будто бы Все было нормально И каким-то странным образом Все правда было нормально Но, наверное, ничего не было Наверное, что-то по-другому было бы Хотя Наверное, из-за лекарства Она оказалась гораздо стабильнее прежнего Она была доброй Милой Нежной Внимательной Все это время Так, подожди Что ж мне дали ей? Блин, я забыл Там одно Ну ладно, короче Не будем думать Потом увидим Все же Проскакивали случайные моменты Когда он замечал В ее глазах Что-то хищное Он волновался о том Что На что она способна Если ей вдруг Взбредет в голову Что нужно что-то сделать Но в целом Джон чувствовал себя счастливее Он не был так счастлив Уже долгое время Даже в одноклассники Перестали придираться К нему насчет Лизи Хотя он и не был уверен Из-за того ли это Что она теперь казалась нормальной Или из-за того Что они ее боялись Ну он точно не боялся Но за правду Джону приходилось нелегко Ведь он верил Что никто не способен Полюбить его И все же Лизи Это удалось Скорее он боялся Что никто Не сможет так же Сильно его полюбить В среду у него был сеанс Миссис Смит Хотя его впервые Оставило чувство Что он так отчаянно В нем нуждается Странно Как бы Ну не то что странно Тут девушка такая Да типа Сама к тебе Этот лезет Ну ты Я думаю Он ее полюбит Еще потом попозже Готов к сегодняшнему сеансу Джон Хотя Нормально это было бы Или нет На самом деле Я чувствую себя довольно хорошо Может мы сегодня Провозим сеанс Тебе лучше знать Что тебе нужно Если ты сейчас Остановишь лечение Из-за того Что тебе стало Немного лучше То у тебя может Случиться новый приступ Нет вы правы Извините Не надо извиняться Просто ляг Расслабься И так как у тебя дела Ну хорошо думаю Это лучше чем В большинстве недель Так что похоже Делаешь успехи Кстати я видела Как ты проходил мимо Вместе с девчон С девочкой Вы встречаетесь Эм Да мы встречаемся Может быть Нет мы просто друзья Нет она меня преследует Нормально А давайте просто скажем Ну Если мы скажем Что мы друзья Или там подобное То она может ей рассказать И будет жопа Ну и встречаемся Это же не означает Что любят Любят друг друга Человеки Да Человеки Может быть Хотя давайте Может быть Скажем Вот так Наверное так лучше Тебе нужно Больше хороших отношений Но мне нужно спросить У вас был секс Слушай У меня секс У меня каждый день Секс рукой Понятно Что Как вы можете О таком говорить Я не назначу тебя Это очень серьезный вопрос Странный вопрос Вы что Собираетесь Рассказать мне О безопасном сексе Воздержание Значит мне стоит Воспринять это Как нет Нет Да я имею ввиду Нет Мы ничем таким Не занимались Только к таблетке Хаваем он И все Приятно слышать Что ты хотя бы Так выражаешь Интерес Кой-то Я прислал ответ На мой вопрос Об эрозепаме До выявления Работоспособности Варианта препарата Еще десятки лет Так что пока У нас не сильных Средств Да По проблемам Либида Это типа Короче Либида Это короче Как встает Твой хреновый Самовар Ладно Может мы поговорим О чем-то другом О чем угодно Прости Что ты ощутила За меня дискомфорт Но мне правда Нужно заботиться О твоем состоянии Во всех возможных Аспектах С этой целью Мне нужно задать Еще один вопрос Ты замечал что-нибудь У этой девчонки Необычное поведение Нестабильность Член там например Между ног Какое поведение Что за вопросы Мне кажется Что этой бабе Вообще не стоит Ничего рассказывать Не знаю почему Это моя интуиция Потому что Койтек Таблетки Мы ее даже не знаем Какое поведение Что за вопросы Какое поведение Ну например Фиксации Граничащие С объективно Компульсивным расстройством Конечно я же Я же этот Как он называется Психолог И я там Я все знаю об этом Может быть Тенденции к насилию Сменам настроения Примечания Абсессивно-компульсивного Расстройства 42 Психическое расстройство При котором При котором проявляются Навязчивые Пугающие Или мешающие мысли Вызывающие у него Тревогу И от которых Он стремится Избавиться С помощью Навязчивых И утомительных Действий Это довольно Специфичный Специфичный Синдром Вы что-то знаете Нет Просто говорю Об основном Не могу Там целая куча Таких вещей И мне кажется У каждого человека Такая фигня есть Как бы тоже В некотором плане Так что Каждый человек Может сойти с ума Если его грузить Чем-то И тому подобное А потом скажет Чего ты меня грузишь Тарантино Не могу поверить Что вы думаете О такой Ализе Я хочу показаться Грубой Джон Просто это важно Видишь ли Я обнаружила Записи От той девчонки И к моему удивлению Оказалось Что я знал Ее мать Я кстати Как-то Поиграл в Фаренгейт Там тоже Про психов Рассказывали И у меня В жизни Потом случилась Фигня одна В которой Кстати То же самое Происходило Как и в той игре Ну в смысле Просто Ну Как бы тоже Я был нормальным Нормальным Потом у меня Немножко крыша Начала ехать Я подумал Что я псих Кстати Никогда не гуглите Такие вещи Лучше к врачу Пойдите И пусть он вам Расскажет Что вы дурак Вот ладно Потому что Если вы сами Нагуглите И не будете знать Вам будет реально Казаться Что вы с ума сходите Хотя там Может ничего Такого и не будет Вы знали Маму Лизе Да Эби Дос Принимала участие В одном из наших Ранних клинических тестов Она была одной Из женщин Которые исключили Из тестирования Когда мы узнали Что они солгали нам О том Что они не беременны Ааа Вот почему Она такая Поехавшая Плюс я помню Что у нее была Замечена зависимость Позднее я поняла Что она начала Стал употреблять Болеутоляющими У бедной девочки Наверное Было трудно детство Болеутоляющими Девочка сама Начала употреблять Или Мама Так что Я просто хотел узнать Все ли у нее в порядке Любые лекарства Принятые при беременности Может иметь Постоянные Вплоть до Необратимых Воздействий на плод Так что я рада Слышать Что с ней все нормально Но с ней не все нормально На самом деле Идем дальше Ты выглядишь намного лучше Полагаю Проблема эмоциональной серости Лечится сама по себе Да конечно Миссис Смит Казалась в хорошем настроении И Он не мог сказать ей правду Потому что Несмотря на его Общее улучшение Это в его жизни Так и не изменилось Лиззи была единственным Цветным пятном В его жизни Но все остальное Стало даже серее Чем прежде Оставшаяся часть сеанса Заполнилась ему Размытым серым пятном Когда все кончилось Джон был в странном настроении Он почувствовал себя лучше Но не лучше Лучше, но не лучше Нормально Обычно после сеансов Его ум был в спокойствии А теперь У нее угомон И бежал куда-то наперед Он нетерпением провел Весь ужин Весь следующий урок Все его сознание Было занято тем Что сказала миссис Смит О маме Лиззи Неужели это может быть Одной из ее причин Нестабильности Во время свободного часа Джон Сразу направился в библиотеку И начал искать записи О медицинских инцидентах Прошлого Было трудно найти информацию О прошлых опытах Койтек Но когда он уже сдался Поздравил в сторону микрофильмов Ему удалось найти Кое-что подходящее И вот Свободный час Один из видов Встречающихся В западной системе образования Окон Когда у студентов В течение дня Есть целый урок Свободного времени Хм Что-то я такое слышал Кстати Ну у нас тоже есть Свободное время Которое мы просираем Все подряд Он знал Что Лиззи родилась В 1972 году Так что он мог Сразу пойти А сколько Какой год сейчас Я что-то не пойму Не пойму просто Ему легко удалось Обнаружить Объявление О ее рождении В местной газете Но насчет Остального Приходилось лишь Бесценно искать Местных желтых статейках И затем неожиданно Все оказалось Очень просто Он обнаружил Целую серию статей В миг развеющих Его скупу И заставивших С нетерпением Усеться на самый край Стул И внимательно считываться Судя по всему Койтэк ранее Назывался Фармавакс Компанию переименовали После серии Отзывов лекарств Разрушивших Ее репутацию Кстати Я вам скажу Один прикол Если какая-то Компания Любая компания Переименовывает Своё название Это играет роль Только в том плане Что им Ее репутацию Нарушают И Очень много Есть Таких вот Компаний Которые это делают И Очень Я сейчас даже Не буду рассказывать Каких Но я С одной из них Очень Тесно Очень связан Но я не буду говорить Я даже думаю Что эти люди Даже не посмотрят Но все равно Не буду рассказывать Это бессмысленно Потому что Ну как бы Компания большая Да и всякое такое Но самое главное То что Есть еще даже Такие вот сайты Которые Наебыва Людей Да как бы Ньют Вот И прикол в том Что Как бы Ну вот эти вот Казино Всякие там подобные Их рассекречивают Они делают Другой сайт И там подобное Это самый простой Вариант Который я вам рассказываю Это самый простой И есть Даже покруче Джонат кинулся на спинку Он не мог Дальше читать Неужели Это все И есть Объяснение Оно кажется Такой дешевкой Легко предположить Что мама Лиззи Была вовлечена В тест Одного из Отозванных лекарств Фармавакс И ее неродившийся Ребенок Ответил за последствия Возможно ли А это Именно Сделала Лиззи Такой Если так То значит У нее не было Никаких промежуточных Фаз Если бы случилось Еще на раннем этапе Ее развития Тогда наверное Она была Всю жизнь такой Удивительно Как она еще Ну без проблем Там всяких И в школу Ее взяли Потому что Если бы она Всю жизнь Такой была Она должна была Уже кого-то убить Или тому подобное Или нанести Тяжкий вред И ее просто В школу Даже не взяли И все Все же после этого Он испытал гнев Гнев на Миссис Мит И всех остальных Думавших О Лиззи Как о каком-то Безумном Недоразумении Фармацевтики Это было слишком Похоже на то презрение Из-за которого Лишь увеличивалась Его депрессия Безотносительно От его проблем Лиззи Это человек Достойно уважения Помощи Да Помощи Да Но безусловно Уважение Депрессия была Наступ Депрессия Быстро наступала На пятки И гневу Не в состоянии Больше думать Об этом Джон просто вышел Не из-за Мик Не в даже Микрофильм И все же Весь оставшийся день Он размышлял Об этом Попеременно Ему даже Почти удавалось Убедить себя в том Что это хорошо Если лекарства Сделали Лиззи такой То может быть Что они могут Сделать ее нормальной То может Ну типа другие Да Он почти что мог Представить их вдвоем Вместе Помогающими Помогающими Друг другу Может даже в браке Нормально Когда она прошла Мимо него По коридору Ее глаза Озарились Не простым восторгом Но жгучим И в тот момент Джон был уверен Что Лиззи нельзя вылечить Но вопрос А хотел ли он Чтобы она вылечилась По глазам Он посмотрел И понял Что нельзя ее вылечить Ай Ну Не знаю У него то тоже проблемы Несколько дней спустя Когда они уже уходили Из школы Лиззи Нагнала его И у нее было Странное выражение лица Джон Я так счастлива Правда Мне кажется Джон тут что-то натворит Херню какую-то И начнется жопа Я так много времени За тобой наблюдал А думал Каково Это будет сказать Привет Услышать Как ты скажешь Мое имя Увидеть Как ты смотришь на меня Теперь мы можем Так просто болтать Это почти как сон Чудесный сон Конца которого не хочешь Я тоже счастлив Что тебя встретил Лиззи Последнюю неделю Было весело Скажи Как тебе Нихлазин Нет никаких неприятных Побочных эффектов Все чудесно Спасибо тебе огромное За то что дал его мне А потом она скажет Я не принимала Да Надеюсь мы сможем найти Еще когда эта доза Кончится Некоторые лекарства Можно брать Раз в неделю Но насчет этих Я не знаю С этим могут быть проблемы Ух нет Я не хочу чтобы Ты испытывала за меня проблемы Но лекарство же помогает Я хочу чтобы ты Смогла получить больше Если ты конечно Этого хочешь Это так мило Но не обязательно Лекарство дало мне Четко понять наши отношения Мне оно больше не нужно Но Джон Мы встречаемся С самого Моего признания И пока что Мы занимались Только обычными вещами Оооо Что же она хочет Этим сказать Мне нравится быть с тобой Рядом каждую секунду Но может мы Позанимаемся Чем-то более романтичным Ооо Можно Можно Люди уже думают Что они встречаются И она столько времени Была такой милой Что плохого может Случиться Ооо Пожалуйста У нас есть много Вариантов Учитывая что у нас Будет целая неделя Каникул Но нам Не нужно ждать Так долго Как насчет вечера Пятницы У меня хоть и нет машины Но я могу Сходить с тобой В хороший ресторан Ах да 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 Хорошо тогда Вот у нас Такой план Пятница 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 У нее Останется Вот я же говорю Романтичное Оно пойдет Поедет И потом мы В кроватку конечно Отправим Я так чувствую У нее останется Еще день или два Приема лекарств До пятницы Джон надеялся Что до этого Времени Она останется Стабильной Может свидание Настолько ее Счастливить Что она передумает Насчет отказа От лекарств Не важно Какие ошибки Сделала ее мама И с должным Лечением Лизи Может стать нормальной Джон действительно Думал что это Может сработать Хм Что ж там Может пойти Не так то Ого Джон здесь Так красиво Она уже Переоделась Но настолько красиво Насколько позволили Зарезервировать Столик старшеклассников За пару дней Когда я просила Место параметичное Я даже не думаю Что это может быть таким Я даже не одет И для такого В таких местах Делают предложения Что-то Джон Вообще раскошелился И куда-то ее повел Я не знаю Просто Нет чтобы там Погулять Или там реально Чтобы параметичный Просто кино пойти И все Зачем столики Резервировать Что вообще уже Я понимаю Если там у вас Годовщина Там 5 лет Там или 3-2 года Хотя бы Да хотя бы год Да там Но не сразу же Эй Просто к сведению Я не собираюсь Сделать тебе предложение Я знаю это Это Я знаю это глупо И я просто Я просто счастлив Что здесь так романтично Джон мог только надеяться Что ресторан будет хорошим Он знал О нем только От своих родителей И еще с тех времен Когда они были вместе Они вошли И Лиззи была очарована Всем Декор Меню Освещение Еда Или может Она просто была очарована Всего лишь Одной вещью Походом в ресторан Сейчас все персонал Не ужаснулся Ее аскари наоборот Так что Джон Скорее не Неожиданно для себя Расслабился Даже когда она С Лиззи Болтала ни о чем С ней было хорошо Когда уже половина Всего была съедена Он заметил руку Лиззи на столе Не то чтобы Не то чтобы Она его таким образом Приглашала Но Если он немного Наклонится То сможет положить На ее руку свою Взять ее за руку Лучше предложить разговор Давайте пойдем По вот такому Когда он коснулся Ее Ее глаза Широко распахнулись И некоторое время Такими оставались Будто бы она Не могла поверить В происходящее Но через пару секунд Она улыбнулась Ему сияющей улыбкой И сплела с ними пальцы Ладно Он не хотел этого делать Но Джон решил Что он Может немного Подержать ее за руку Пока Они вместе едят Это предел Он входил в намерение Лиззи Лиззи ела Не так-то много Так как она Не хотела разговаривать С набитым ртом Но увлеченно Слушала все Что он и не говорил По крайней мере Ей было весело Через некоторое время Лиззи вытерла Рот салфеткой И вздохнула От удовлетворения Впрочем Его руку Она не отпустила Чудесно Все просто чудесно Да правда вкусно Не еда Свидание Ох Ну ты так много Из меня говорил Что не так-то много Все съел Все нормально Я Нет-нет Я не буду ничего говорить Я посмотрю как ты ешь Ну она прям реально Как будто бы любит И вот многие Да там Могут написать Это Как это называется Это типа Влечения Ну господи Ты зависим от человека И тому подобное Ну вот А какая любовь Еще должна быть Что-то мы пришли там И как бы Да мне похер Что там пиздишь Дай пожарить нормально Зато мне пасть Блядь Ябаный рот Мне платить что ли Надо Что за крабы Официант Блядь Что за говно Принесли Блядь Ну давай Боттолку шампанского Быстро Заведения Что ты за самогон Мне принес Давай Что-то Перьёль Летёль Метёль Тасол номер 48 Да наливай Эх Гуляй Вот так вот Да Типа Такое что ли Должно быть М Так вот Лиззи Может Может Расскажешь мне Где живёшь Ух Ничего Такой особенно Просто дом Просто дом Будка Ты живёшь С Емью Знаю что Не с родителями Но может С родственниками Нет Там только я Кажется Эбби унаследовал Этот дом И ей не удалось Продать его Когда дела Пошли плохо У меня ещё один вопрос Такой интересный Они школьники У этого чувака Депрессия Он нигде не работает Откуда деньги На свидание Родители дали Или что Эбби Моя мать Она ужасная женщина Я не хочу о ней говорить Это хороший дом Эбби много в нём сломала Но мне удалось Всё починить На деньги от Джеймса Твоего отца Наверное Он так со мной Никогда и не встретился Эбби постоянно Жаловалась на него А чеки приходили Далеко не всегда Но я больше Не хочу говорить об этом Это ведь ужасно Не так ли Люди которые Даже не могут Притвориться Что любят друг друга Лишь грызаются Друг другу В глотки Я этого не хочу Совсем нет Когда я влюбилась в тебя Я поняла что это навсегда Как думаешь Было бы неплохо Купить новый дом Для нас двоих Да За какие деньги то Может даже построить Ох Так много вариантов Даже не знаю что решить Но я хочу Чтобы это было Что то Что мы выбрали вместе Не что то По наследству Мести где мы могли бы Прожить вместе Вечность Может это будет большой дом Такой большой Чтобы в нём Было много много окон А ещё комнат В которых Никто не сможет нас увидеть Может даже фонтан Лиззи засмеялась И явно не сиделась На месте Будто бы она уже убрала Фу То есть Будто бы она уже Не могла себя сдерживать И пальцы стиснули Его руку Почти до боли Нормально Но это всего лишь разговор И ничто из этого Не имеет настоящего значения Единственное Что важно на самом деле Что в нашем доме Я позабочусь о тебе Это был самый долгий Её разговор О себе И своих целях И хотя разговор Был довольно сильно Сконцентрирован на нём Он не возражал Против деталей Очень неплохой образ Лиззи Вааа Я так рада Что ты так думаешь И ты закончил есть Это было чудесно Но может Мы уже Можем мы уже пойти Можем Едва волнуюсь о том О чём же она На самом деле думает Джон заплатил за счёт При этом попытавшись Не вздрогнуть А затем они вышли Из ресторана Они сели в автобус Хотя в принципе Да Сколько там Ну если они так Немного поели То в принципе Там и недорого Должно было выйти Да Хотя что ещё за ресторан Там Хотя сейчас Наверное в любой ресторан Если пойти То дорого будет Они сели в автобус При этом Лиззи Даже не думал Отпускать его руку А куда они едут Я что-то пропустил Домой что ли Он задумался А отпустит ли он её вообще И в тот же момент Её голова Легла на его плечо Артов не хватает Как вот они едут Как они ели Как она подошла К тем пацанам Вот самые важные моменты Тут их нет просто Ммм Так приятно Ага Вот например Они тут стоят Да по картинке А мы уже где-то там В мыслях В автобусе Правда тебе понравилось Сегодня Да не так часто слышу Как ты говоришь О том Что ты хочешь О том Что эм Не я Что не я Это показалось ему глобом Почти хвастовством И секундой позже Он осознал Что из-за этого Он мог Только углубить её проблемы Или попросту Или попросту Несерьёзно К ним отнестись Но вместо этого Лиззи вздумалась Над его словами А затем медленно Ему кивнула Я всегда хотела знать О тебе всё Джон Я рада Что ты хочешь Узнать Побольше обо мне Джон Ты имеешь ввиду Я имею ввиду Как-то он странно Вопросы задаёт Но и понравилось тебе Сегодня Сегодня было чудесно Я не говорю Что ты не нравилась Мне Глупенький Джон Не беспокойся об этом Я тоже тебя люблю Несмотря ни на что А теперь Хочешь посмотреть мой дом Ооо Друзья Мне аж так интересно Что даже эту серию Наверное Я побольше растяну Потому что Я и не делал серии Тем более Надо вам отплатить Тем что Это ну Если Ну Я по-любому знаю Что кому-то будет интересно Смотреть И прямо от начала До конца А кто-то будет смотреть вообще Просто поперематывает Или просто включит и выключит Такие дела Но Кому-то интересно будет Я думаю Напишите Если вам интересно И напишите Как вы смотрите серии Ну И я спрошу тех Да Блин А зачем я спрашиваю В принципе Если человек смотрит до конца И дальше То он напишет Что Ну Что типа я смотрю Все серии полностью Ладно Джон застыл Он не знал Как это воспринять Впрочем Лисия уже видела его дом Так что Может она просто хочет вернуть Таким образом Должок И Чё В конце концов Он сказал Что ему нравится Слушать ее разговоры о себе Если она правда Предлагает ему Чуть углубиться В ее жизнь То было бы глупо С ее стороны С его стороны От этого отказываться Конечно Лиззи Я бы был Не против Не против Его посмотреть Ох я уверен Что ты не против Абсолютно уверена Джон изначально Планировал доехать С ней до ее дома Сугубо По джентльменски Но теперь Джон Понял Что они выходят На Одной остановке Лиззи терпиво Вышла из автобуса И обернулась Убеждаясь Что Джон идет за ней Это что такое А дома В итоге она отвела его К небольшому дому Милому маленькому домику Который оказался Граждо теплее И приятнее Чем он ожидал Ничего я не хочу сказать Но мне кажется Что у кого-то Сегодня будет секс А вот и он А здесь неплохо Не надо льстить Моему дому Глупенькие Самое важное Что мы здесь Она отвела его внутрь Провела его Для него экскурс Экскурс Который получился Очень странным Беспорядочным Он подумал А не первый ли я А раз Она показывает Кому-то свой дом Изнутри Внутри дома Было не так приятно Как снаружи Не из-за самого дома Но из-за его пустоты Казалось Что только парой Комнат Постоянно пользовались Остальные выглядели Как каталог В недвижимости Это место Походило на дом Но не выглядело Как место Где кто-либо жил Единственная вещь Выпавшая Из образа каталога Была Тяжелая металлическая Дверь в коридоре Хм Лиззи даже не упомянула Ее будто бы Даже не замечая Ее существование Может там Мать ее была Хм На этой фотографии Это твоя мама Ох Это я даже забыл Что она у меня есть Нормально Фотография или мама Кажется Лиззи она вообще Не заботила Но любопытство Джона взяла верх И он Взял рамку И присмотрелся Он удивился Тому что его рука Тут же оказалась пыли Этой пыли Должно быть годы Как Лиззи могла прожить Здесь так долго Ни разу Не потревожив Эту фотографию На столе В любом случае Он увидел Откуда у Лиззи Взялись такие неприятные Ээээ Такие приятные черты С другой стороны Они с матерью Таких отношениях Мог родиться Ребенок На которого Им было все равно Чуть не отправило Его в глубокую депрессию Джон Джон Не надо грустить В нашем доме Не будет такого Нет Я просто Ээээм Не уйдусь Я хочу с тобой Каждую секунду Каждого дня Принадлежащей нам Вечности Типа быть Да Но я понимаю Что когда мы Станем взрослыми Это станет невозможным Я могу пойти на работу Я хорошо Я хороша во многом Конечно грустно Будет постоянно расставаться Но Мы можем звонить Друг друга с работы И посылать сообщения А когда будем Приходить домой И видеть друг друга После таких долгих Расставаний Это будет так хорошо На самом деле Ее образ будущего Выглядел Очень приятно Даже немного Развел туман В ее голове В его голове Но он не мог Сложить друг к другу Слова Поэтому на это Он ничего не сказал Не сдерживая Лизия отвела его в гостиную И отпустила Опустила На большой диван Его использовали Не так-то часто Но на нем Не было пыли И он был очень мягким Оставайся здесь Хорошо Дай мне минуту Переодеться Я надеюсь Она сейчас Не какое-то Сексуальное белье Переоденется Там Хотя Джон сплотнул Но остался Там Висел У него не было Особого опыта В отношениях Но он слышал Друзей Об их открытиях Он думал Что многие Многое у них Было лишь ложью Но была ли Хоть часть Правды в том Что они говорили Там могли наврать Как нефиг делать Тем более В таком возрасте Если Лиззи Типа Чтобы уважали Больше Если Лиззи Правда Выйдет К нему В одном Нижнем белье Или в чем-то Еще Не менее безумным То он даже И не знал Что сделает Нет Правда Он не знает Одной его части Спавшей уже Долгое время Понравилась Эта идея И она фантазировала О том Что может произойти И другая часть Невероятно Сильно нервничала Не давая даже Подумать О близости с ней Он не мог Не мог сидеть На одном месте Так Так его Убьют же его нервы Вместо этого Джон встал И начал тщательно Осматривать дом Казалось Это в самых Что в самых Пыльных частях Дома были Напоминания Матери Лиззи По крайней мере Он не думал Что Лиззи Будет коллекционировать Эти тяжелые Стеклянные фигурки Стеклянные фигурки Открыв одну из комнат Он обнаружил Что это была Неиспользуемая спальня Он хотел уже Уйти Как заметил Одну фотографию В рамке Прямо Рядом с кроватью Она как зачеркнула Да На ней была Лиззи Еще ребенком Она сидела на коленях Матери Фотография Так сильно его задела Что он тут же Подошел поближе Присмотрелся Даже не волнуясь О том Что из-за этого Его рука Станет еще грязнее Мать Лиззи будто бы сияла И очевидно была горда Своей дочери В то время Как Лиззи Полностью ее игнорировала Нет Не просто игнорировала Ведь у глазах была пустота Как будто бы Они даже не родственники Видимо Это не остановило Ее мать От того Чтобы сделать фотографию Но расстояние между ними Так и кричало От боли Зачем кому-то Держать такую фотографию Тем более в рамке Джон посмотрел на нее В последний раз И положил И вышел из комнаты Как Ну сделали тогда И вот они и держат Эту фотографию Может в ней есть что-то Что Ну как бы Та часть Которая любит Ее еще мать И вот из-за этого Вдруг Взгляд Лиззи Рядом с матерью Эти глаза Буду бы Не принадлежали человеку Джон больше не хотел Думать ни на секунду И чуть не выбежал Из комнаты Отчаянно Желая отлечься От неприятных мыслей Джон решил посмотреть Куда-нибудь еще Дверь рядом со спальней Заела Но сила ему удалась Ее открыть Офигенно Лазить по дому Пока Лиззи переодевается И он застыл В комнате Вся комната была Ими обвешана Ого Его фотографии Из школьного ежегодника Тонны его фотографий В классе Должно быть Последние Она Сама снимала Даже его фотографии В собственной постели Это еще как Это еще как А как она сняла Его в постели-то Несколько секунд Он просто не мог Двинуться с места Он дрожал А затем Джон заставил Себе вернуться в сознание Он медленно сделал Два шага назад Закрылся в свою дверь И пытаясь сделать Это бесшумно Но вот это уже Да Это уже конечно жесть Он гордил себе Что удивляться Она ведь им одержима Но все же это его поразило Он был в доме Его преследовательницы Джон Да я просто решил Погулять Уже возвращаюсь Хорошо я кое-что Хочу тебе показать Ёпт Она топор взяла Джон Вот же зачем тебе Этот топор Он такой же топор маленький Ты не доверяешь мне Джон Это так грустно Но я не думаю Что она его топором Этим убить хочет Она наверное там Не знаю Даже не знаю Что она хочет Но Ты думаешь Я поверю тебе Когда ты идешь На место топором Я старалась проявить терпение Но я не буду больше ждать Она может просто показать Ему хочет этот старый топор Какой-то древний Греческий Это мне Я должна сама Обо всем позаботиться Стой на месте Джон Я поверю ей Просто-напросто Стоять на месте Или умолять Стоять на месте Джон пытался Стоять на месте Боясь Что убежав Она не убьет нас Просто зачем ей Убивать нас Просто посреди Вот так вот этого Не Она просто его поймает Но когда Она подошла ближе Она скребнула топором О стену И улыбнулась Ему так Как угодно Но совсем не мило Серьезно? Будет совсем не больно И все станет лучше Она нас убьет? Блядь Я даже не сохранился Поверить ей Подожди Ну Я поверю ей Я надеюсь Все будет нормально Если она нас убьет Ну Это любовь Сглотнул Джон Остался на месте Лиззи подходила все ближе Ее лобка Лишь Ширилась И затем К нему поднялась Ее другая рука Там было не оружие Но темная тряпка Она перекрыла Его дыхательные органы Прежде чем он мог бы Отреагировать Серьезно? Застыв на месте Джона Синтин Вздрогнула Затем химические пары Взяли над ним вверх Может быть Она хочет с ним Что-то сделать Но не убить Она бы ударила бы Нас топором Если бы Джон проснулся От чувства Как что-то Сдавливает ее запястье Сперва Он подумал Что попросту Запутался в одеяле Но когда он попытался Высвободиться Оказалось Что руки его зазрели Серьезно? Я додумал Сейчас будет секс А не это Вы издеваетесь Что за херня? Память вернулась К нему ледяным потоком Лиззи вырубила его Какую-то дрянь И перенесла Куда-то Это называется Клароформ Ёптам Сколько Ножей Япона Мать Это же комната Юри Его зрение Потихоньку возвращалось Он мог получше Осмотреть Сырой подвал Окружающий его Он мог видеть Только тяжелую металлическую Дверь на лестнице Похоже Стены были заставлены Какими-то ящиками Инструментами Но он не мог Обратить на них Внимание Блин Серьезно Ну все шло так хорошо Только не слизичьи глаза Безусто Насмотрели на него Я рада Что ты проснулся Хорошо себя чувствуешь Хорошо Ты Ты Я не хотел Чтобы все так вышло Джон Но у меня не было выбора То есть Она нас будет охранять Таким способом Запрет дома И все Это наша Останется погибель Да Ты запутался Ты не понимаешь Как это важно Я могу тебе Понять Что ты соберешься со мной делать Не буйся Джон Все будет в порядке Я пустая Во мне нет ничего Я никогда не была Но пустота все же Жаждет чего-то Я не понимал Что мне нужно долгие годы Я наконец-то поняла Что мне нужен человек Особый человек Но я не знала Кто Иногда загорались Загорались искры Какие чувств Когда я смотрела на кого-либо Но все они оказались Не теми Что мне нужно было Ничто не имело значения Пока я не встретила тебя Но зачем ты Дай мне закончить В долгое время Я едва осмеливался Посмотреть на тебя Как так сильны были мои чувства А затем Я не могла с тобой заговорить Я боялась Что все просто исчезнет Но чувства не ушли Они стали сильнее Джон Ты создан для меня Тебе нужно это понять Но ты не понимаешь Потому что ты запутался Поэтому должна держать тебя здесь Ты думаешь это поможет? Джон Сначала будь Может быть трудно Но ты поймешь Я обещаю В конце концов Я проведу с тобой еще много дней Много дней Джон вспомнил Что у них целая неделя каникул Это значит Что она будет держать его Вот здесь целых 9 дней Пока им не придется Вернуться в школу Это не случайно Она Холодно все Холодно все Холодно все Распланировала Может она даже Манипулировала им Задолго до первого свидания Часть его ужаснулась Часть его была зла на нее А другую часть его депрессия Сделала искривленным зеркалом Его собственных чувств Но ведь худшее Что он сделал Лишь Сказал ей Пару недобрых слов А не Это Что же она собирается С ним делать? Осмотрев подземелье Он увидел много тяжелых инструментов Несколько молотков Ножей Выглядели так Будто бы их недавно использовали Джон упал на веревке Привязывающий его к стулу Заплакал Серьезно? Но это же не концовка Плохая или плохая? Уни был уверен Как долго продолжается Этот выход Выход эмоций Но когда он закончил Джон почувствовал Будто бы его ум Очистился Его текущая ситуация Может и довольно плоха Но у него все еще Оставались варианты Он мог выяснить Что-то Учитывая Что он уже выяснил То что хотел Здравой мыслью Было бы Было бы сбежать И связаться с полицией Или может лучше было бы Убедить Лизи успокоиться Принять больше лекарств Не делать ему больно Джон У нас будет столько Столько времени вместе Разве ты не взволнован? Он должен был Что-то сказать Повернуть положение Своего русла Но ему было Слишком сложно Сосредоточиться Прежде чем я узнала О тебе И думала Что Так будет легче всего Я думал Что ты понимал Как работает разум людей Некоторые вещи Всегда казались Для меня бессмысленными Но другие были Такими простыми Лизи подошла К одной из стен Пробежала пальцами По инструментам Она взяла нож Погладила пальцем По лезвию Частично отвернувшись От него Я думала Что Как только найду тебя Я сделаю тебя своим И затем почувствую себя целой Но как видишь Я недооценила То как сильно Ты меня Изменишь Я стал намного счастливее И все стало намного сложнее Она пошла к нему На его лице Была написана Мягкая любовь Но рука Все еще сжимала нож На ее Джон застыл Задержала дыхание Пока Она не оказалась Позади него Я хочу всего тебя Джон Даже те части О которых я раньше Не доказывалась О письме что ли Если я сделаю тебе боль И никогда не получу Того чего хочу Нож скользнул Мимо ее глаз Но Лизи обняла его Она обняла его за шею Прижалась К его спине Глубоко дыша Я люблю тебя так сильно Я не удовлетворюсь Лишь одной твоей оболочкой Без предупреждения Она отступила Обожание ушло Заменившись пустым Буравшим его взглядом Но это делать Все только сложнее Она уже просто С ума сходит Мне кажется Что ты собираешься Со мной делать Я не знаю Хотела бы я знать Я подумала Намного Немного Но это не помогло Попросить ее освободить Вразумить ее очаровать Блин Это Это нереально Я даже не знаю Что нужно делать Чтобы было Я не знаю Мне интересно А будет ли что-то По другому Или это уже все Или есть ли выбор Скорее всего Если этот выбор есть Это Неплохая концовка Друзья А может и плохая Хрен его знает Попросить ее освободить Вразумить Давайте вразумим Ну а чем мы ее очаруем Давайте очаруем Релизе Разуме нехорошо Проводили время Становились ближе К друг другу Да-да Это было чудесно Мы можем пойти еще На одно свидание Просто отпусти меня И мы продолжим Как ни в чем не бывало Ах Но мне нужно больше Я должна тебе помочь Он Не хотел слишком напирать Но он подумал Что уже Немного ее поддержал Может если он продолжен Напирать на романтику То она сможет выбраться Из этого состояния Лизе шагала по комнате Некоторое время Бармача что-то шепотом А затем внезапно Выпрямилась Отбросив нож в сторону Он застрял в стене Она подошла к шкафчику Через несколько секунд Поиски Поиски Поиска появлялась С каналами в руках Да, так будет лучше Прости, Джон Мне нужно было подумать Об этом раньше Одним концом Она приковала его лодыжку Затем поняла Один из массивных столиков У ближайшей стены И закрепила другой конец там Так мы же и так вроде бы Прикованы там к чему-то Вытащив нож из стены Лизе с невероятной скоростью Перерезла веревки Связавшие Связавшие Джона При этом улыбает все время Нормально Короче Я не понимаю На что она намекает Но тут либо она на секс намекает Либо она намекает на то Что она просто обмажется его кишками Видишь, тебе не нужно быть связанным Вот, используй стол И я принесу тебе все, что нужно Лизе смахнула все предметы со стола Словно мусор А затем хмуро посмотрела на пустой стол Ну ты не принес с тобой Свои учебники Хочешь, чтобы я Хочешь, чтобы я тебе что-нибудь принесла Он все еще смотрел на нее Не до конца уверены в том Как ему это воспринимать Эту перемену Облизав свои губы Джон заговорил Даже не подумав Достаточно над своими словами Можно мне воды? Ох, конечно Да, вода Ведь ты спал долгое время Наверное, ты еще Скоро проголодаешься Подожди здесь Ах, в одном это круто Когда тебе так девушка заботится Но никогда на кандалы У тебя на ногах Пока ее не было Джон постарался вернуть В чувство своей запястья И осмотреться Сцепь, приковавшая его ногу к столу Была достаточно длинной Он подумал, что мог бы спокойно Ходить по большей части подвала За исключением его дальнего конца И двери, которая находилась наверху Но не пытался что-то сделать Ведь она была рядом И могла вернуться в любой момент Вам не кажется, что это уже напоминает Убить Сталкера? Это уже какой-то тупо Убить Сталкера Только в нормальной версии Помните, что я говорил когда-то Когда мы проходили Убить Сталкера Я говорил Почему не сделают такую игру Типа между парнем и девушкой С такой же романтикой Но тут Вот тут Намного жестче сделано Чем в каком-то сраном Убить Сталкера На самом деле Тут даже все пожестче То есть эта девушка Она любит его По-настоящему Там он его не любил Этого Юнбуна Да, или как его там Потом какие-то там чувства Проходили Но, блин Сколько там я прочитал Нихера там так и не началось Какой-то бред вообще Если честно То есть Как будто бы Не новелла Манга Мангхва Держится на одной части На одном и том же Одно и то же Одно и то же Одно и то же Одно и то же Каждый раз она делает все так Чтобы Не какая-то часть их там Химии Человеческая Развернулась А то, что типа Их там кто-то должен поймать И тому подобное Ну как-то вот так вот Как-то странно А тут же Наоборот все происходит Но наш персонаж ее не любит Но Есть между ними что-то такое И вот Вокруг этого все разворачивается А там Ну как-то не знаю Я сколько прочитал Опять же Не знаю Даже дальше и читать не буду Но опять же Я проходил на стрим И Вот такие дела Хоть Нет Он попытался Приподнять стол Чтобы посмотреть Сможет ли он достать Оттуда цепь Но стол даже Не сдвинулся с места Какого черта Это шутка Или она правда Такая сильная Джону пришла мысль Что это может быть Его воображение Или же просто Ободрилась Сила любви Но так легко Поднять такой стол Это казалось Невозможным Она там С ножиком Пришла нормально Но все остальное время И не осталось И вскоре Лиза вернулась С кухонными принадлежностями Подожди немного Сделай тебе Что-нибудь А пока я И пока я готовлю Будем вместе Но разве не замечательно Не дожидаясь ответа Она выложила ингредиенты На одну Половину стола А на другую Выложила разделочную доску Она начала резать Овощи на тарелке Кусочки С ужасающей легкостью Нож в руках Был виден только Размытым Серебряным пятном Я знаю Что я хочу приготовить сегодня Но потом Ты сам сможешь попросить Все что хочешь Я сделаю для тебя Все что угодно Спасибо Я хочу именно Этого Джон В мирной домашней жизни В мирной домашней жизни Скандалами на ногах не ходят Ты можешь оставаться в доме И не обращать внимания На всех Кто хочет сделать тебе больно Я буду тебя защищать Приносить тебе все что нужно Хорошо заботиться о тебе Да Вот тут уже Это уже Это уже Больше чем нужно И никогда не буду Не выпускать наружу И никогда не выпускать наружу Конечно же Ты сможешь выходить Когда захочешь Но прямо сейчас Я просто боюсь И движения стали более Беспорядочными И Джон Увидел Как несколько деревянных щепок Отлетел от разделочной доски А Лиззи все еще Мило улыбалась А разве ты этого не хочешь Просто оставаться У себя дома Плохие дни И пусть весь мир Подождет Это показалось ему Неплохой мыслью Но когда он зашевелил Это уже Знаешь Лиззи Это уже какой-то Рекламный слоган И плюс еще к этому Хиканские Мыслишки Но когда он зашевелил ногами Он услышал Цепь звякнувшую По полу И все что он хотел сказать Тут же испарилось Из его сознания Как бы это ни было абсурдно Но день продолжался Практически нормально Лиззи сделала ему Тщательно продуманный обед И во время него Они побеседовали Будто бы Все было нормально Это оказалось неправильным Но он полновался Что сделал Он что Сделал он что-нибудь То та Она разлился Неужели она правда думает Что все в итоге сработает Честно он не знал Ей правда нужно Столько всего нарезать Для каждого блюда Когда они закончили Еще немного поболтали И Лиззи резко встала Ладно подожди немного Джон Я пойду возьму твой учебник Я же не хочу Чтоб ты разлился на меня За то что я заставлял тебя Не делать домашнее задание Что-нибудь еще принести С твоего дома Она прям в дом заходит То есть она У нее есть доступ в дом Эм Ну просто дай знать Если тебе что-нибудь будет нужно Она ушла И услышал И он услышал Как дверь за ней закрылась Он задумался А не трюк ли это Но после проложительной тишины Он почувствовал Вполне разумную уверенность Что она правда Ушла к нему домой Хотя она могла взять Его ключ Он увидел Что он все еще лежал На дальнем столе Вместе с другими его вещами Неужели удалось Как-то сделать копию ключа Или же она может Просто взломала его замок Она уже давно взломала Ты ж можешь понять Это по тем фотографиям Ни одной из вероятностей Не успокаивало Но У него не было времени О них думать Джон встал на ноги Выпрямился И подумал Над вариантом Поискать Чем разбить цель Поискать оружие Поискать инструменты Приготовить что-нибудь для Лиззи Все бессмысленно Друзья Давайте на этом остановимся Серия в принципе Вышла большой Длинной Для вас специально Как вы наверное Бы и хотели Может кому-то тяжело смотреть Может кому-то не Тяжело Но по 30 минут Слишком много Тоже засирать Не хочется Ютуб Вот канал свой Как бы И вот я смог Сейчас Я записал Для вас Вот такие дела Опять же Выбирайте Что ответить Не знаю Как вы выбираете Выбирайте По плохому По хорошему Как угодно Чтобы выйти может быть На секс Секс Пекс Мекс Фекс Или на Не знаю На БДСМ Творожок Как Короче Выбирайте С вами был Блудлинз Хорошее настроение Скоро будут Стримы По чайкам И на второй канал Обязательно В описании подпишитесь И все будет круто Пока-пока До встречи И скоро Драматическое убийство Еще кстати Да